Ну что ж, продолжим наш разговор о фразовых глаголах. Как мы уже говорили, в нашей книжке мы разбили все 22 постелога на группы. И вот на фразациях мы собрали значения. Какие значения имеет каждый из постелогов. Ну и начнём с задачки. Давно мы задачки не решали. Она звучит так. Вот есть три постелога с очень похожими значениями. Это out, off, через 2f и away. Каждый из этих означает, имеет значение прочь, в сторону. Как бы объяснили разницу, как бы их сгруппировали. Вот такая задачка. В конце прошлого занятия мы подошли к такой проблеме, который мы назвали «Как составить значение фразового глагола». Давайте её рассмотрим. Как составить значение фразового глагола. Итак, главная цель давноучебного словаря научить переводить фразовые глаголы с английского языка на русский, опираясь на логику, а не на заучивание наизусть. И объяснить, насколько далеко простираются возможности логического метода для решения этой задачи. Каждый фразовый глагол можно рассматривать как составное понятие, образующееся присоединение основы глагола и атрибута после лога. Дальше небольшой этёт из формальной логики. Мы говорим о такой операции, как умножение понятий. Это я читать не буду. Просто я хочу сказать. Мы действительно должны объединить значение глагола и после лога. Можете это прочитать. И вот само по себе составление значений фразовых глаголов не было бы сложной задачей, если бы не ряд осложняющих обстоятельств. И вот первое. Мы об этом уже и говорили. Фразовый глагол нужно не отличать от конструкции глагол плюс предлог. Об этом мы говорили на предыдущем занятии. Можете прочитать. А вот пункт второй. Многозначность постелогов. Главное, что составляет основу нашего подхода. Общепринятым является такой подход. Каждый фразовый глагол имеет буквальное, прямое значение, как правило, пространственное. А кроме того, может иметь другие, дематические, то есть иносказательные значения, которые следует просто изучить. И вот тот самый словарь, который я показывал, Courtney, да, иллюстрирует это таким примером. Hold up your hand. Поднимите вашу руку. Up в данном случае, как буквальное значение вверх. А вот вторая фраза. Hold up the train. Остановить поезд. Иносказательное значение. Однако, если мы будем опираться на принцип многозначности постелогов, то сможем справиться с переводом без механического заучивания. Последователь рассуждений такова. Постелог up имеет номинантное значение вверх, это все знают, но также ряд дополнительных значений, среди которых есть значение завершенности. Дальнейшее рассуждение. Глагол hold переводится как держать. А следовательно, значение составного понятия hold up в таком случае можно нетрудно составить. И получится как задерживать, останавливать. Вот главная идея, собственно, благодаря которой очень многие фразовые глаголы переводятся не одним предложением, а несколькими. Таких глаголов, фразов глаголов, очень много, и имеем легион. Вот мы это берем за основу. И вот мы дошли до идиомы, и только тут мы дошли до границы, за которой логический подход будет неприемлем. И вот напомню, что такое идиома. Это устойчивое, неизменное словосочетание, значение которого нельзя составить из входящего из него элементов. Вот пример спустя рукава, заморить червячка. В отдельных случаях, например, в русской идиоме, скатертью дорога, если мы переведем буквально, то значение будет искажено. Человек поймет, что мы желаем счастливого пути. На самом деле тут значение иное. Идиомы очень важны во фразовых глаголах, и вот по этой причине в каждой словарной статье, а всего и будет 22, по количеству постелогов будет посвящен особый раздел, в котором в алфавитном порядке представлены все идиомы, которые дает данный постелог. В отдельных случаях будет дан буквальный перевод, но и всегда будет дано разъяснение, как эту глагольную идиому надо понимать. Вот такой наш базовый подход к решению данной проблемы. Ну, и несколько слов о нашем заводе. В прошлый раз я уже говорил о героическом прошлом нашего завода, но в судьбе нашего завода есть еще одна страница, о которой тоже мало кто знает. Этот завод, пожалуй, один из старейших заводов, действующих в России с момента открытия. Открыт он был в 1788 году в царстве Екатерины II. Строительство началось за несколько лет до этого. И с тех пор этот завод действует, не закрываясь, ни на один день и выпускает ту же самую продукцию. Вот я не знаю, не проверял, есть ли заводы, которые могут превзойти этот рекорд. Ну, добавлю, что в тот момент, в момент открытия, это был третий по счету пороховой завод в России. Первый завод был основан и построен в Царственной Петре 1708-1710-е годы в Петербурге. Прочитывал он неполных сто лет и был закрыт в связи с тем, что он уже по ходу роста города оказался в центре города, а это представляло для города опасность. Его тогда закрыли. Наш завод был третий по счету. До сих пор в Казани стоит триумфальная арка, так называемые Красные ворота, построенные в честь столетия нашего завода в 1888 году. Вот такое славное прошлое нашего завода. Субтитры создавал DimaTorzok